В процедуре будет использован препарат Реновы Ревитофил. Это обогащенный ревитализант с эффектом суперлегкого филлера. 10 мг в мл частично стабилизированной гиалуроновой кислоты и стандартный пептидно-аминокислотный комплекс входит в состав данного препарата. Реновы Ревитофил позволяет сделать биоревитализацию без папул. Длительную пролонгированную биоревитализацию без папул. Это важно для наших клиентов, которые хотят получить эффект сразу, но при этом сохранить социальную активность. Как мы будем работать данным препаратом? Мы будем использовать конюлю 25G на 5, и препарат будет раскладываться векторно, субдермально. Объем препарата 1 мл. На каждую боковую поверхность лица будет использовано полмиллилитра препарата. И мы аккуратно конюлей с использованием большого количества векторов, не используя активную сепарацию, вводим препарат. Препарат вводится примерно по 0,08 мл на 1 конюльный вектор. Вы видите, я формирую конюльные векторы и ввожу небольшое количество препарата. Это позволяет создать депо гиалуроновой кислоты субдермально, и препарат в дальнейшем, в течение нескольких месяцев, будет постепенно высвобождаться, давая мощную пролонгированную гидротацию тканей и длительный эффект ревитализации. Плюс ко всему, что интересно, когда мы используем Ренова Ревитофил, если у нас клиент усталого или мелкоморщинистого морфотипа старения, то данный препарат будет давать эффект легкой-легкой волюмизации, волюмизации и разглаживания дермальных заломов. Это позволяет достаточно эффективно поработать у данной группы клиентов, когда есть мимические морщинки, уже перешедшие в статику, когда мы говорим, что кожа такая вот, да, острессованная, как печеное яблоко, есть клиенты приходят, да, как такая папиросная бумага истонченная, и хочется не просто сделать ревитализацию, но и сделать еще такое легкое субдермальное заполнение. Видите, очень просто. К конюлей раскладывается препарат по боковым поверхностям лица, можно немножечко посепарировать губоподбородочную складочку, носогубную складку, как я и поступил, и мы переходим на другую сторону. Делается прокол конюлей. Обычно вкол мы делаем на плато Макгрегора, потому что это комфортная точка, выступающая, и с нее дальше очень удобно работать конюльными техниками. И делаем порядка 10 векторов. Можем зайти за носогубную складку, положить препарат, сделать совсем легкую сепарацию, комфортную для клиента. Видите, мы заходим под губоподбородочную морщинку, и на всем протяжении я подаю препарат. Небольшое количество и как можно больше векторов. Это позволяет создать с одной стороны эффект хорошего субдермального заполнения, и плюс длительной активной ревитализации, которая будет радовать эффектом нашего клиента в течение трех, а то и четырех месяцев, и давать эффект хорошего заполнения. То есть фактически, если у нас клиент усталого морфотипа, то с этой процедуры он выйдет у нас с отдохнувшим морфотипом. И вот мы можем с вами развернуться к околоушной области, потому что тоже область подвержена всегда такому интенсивному старению, проявляется большим количеством инвалютивных изменений, и туда тоже положить небольшое количество препарата, чтобы хорошо создать волюметрический эффект и вытолкнуть кожные заломы. Все. Такая деликатная коррекция. Очень комфортно переносится клиентами. Только две точки вкола, что позволяет полностью как бы минимизировать посттравматический эффект от процедуры и сохранить социальную активность нашего клиента. После такой процедуры можно хоть на званный ужин идти. Все. Продолжение следует... Продолжение следует...